Что он применяет на улице, чтобы пригодиться в, ну, так скажем, экстремальной ситуации. Классическим взломом на факт, что он разрывает захвата. Вот здесь нужно максимально собрать захват. То есть, ну, очень крепко держит я его. Раз-раз. Когда чуть-чуть я чувствую, что у него руки начинают, ну, на видео, я почувствую, что у него руки просто прослаблены. Я делаю движение тела и срываю его в захват. И сразу опускаю его вниз. Для чего? Чтобы у меня была возможность атаковать, обходить. Если я оставлю здесь захват, не буду с ним работать, он за счет, ну, его менять. Поэтому в классическом моменте я захват взял, повис на нем. Мы работали в работу, беру чуть-чуть рукой и от тела наторвал. Все, здесь уже моя нужная работа, любая. Какая нужна. Это классический стиль. Вы никогда в такой захват не попадете. Ну, может. То есть, если на улице вариант такой, то ты не берешь, то вариант вот такой. И человек начинает либо атаковать, либо у него какие-то там действия. Поэтому сейчас я хотел бы разобрать, как освободиться вот от этого захвата. То есть, ты именно берешь. По настоящему захвату он будет сразу воздействовать. Я должен сразу знать, что у него есть вторая рука, что у него что-то могут быть намерения. Поэтому в дзюдо сейчас запрещено руками срывать захват. Раньше было бы можно. Сам бы до сих пор это еще можно делать. Чтобы сорвать захват, я беру его плотно и срываю вот это место. Видите, что у него происходит? У него здесь пальцы прославлены. То есть, я вот сюда. Видимо, он туда дальше меня. Сорвать нужно вот. Тогда он легко сорвется. Вот в этом месте. То есть, вот этот, чтобы он так вот, по сути дела, показался. Этот палец нерабочий, он не будет держать. Вот сюда. Вот я. Я не отпускаю, я начинаю с ним двигаться. То есть, руку меня освобождают. Если мне нужно, я перехвачусь. Но ни в коем случае не отпустить. Если я отпущу руку, он снова начнет атаковать. Вы должны быть в выигрышной позиции. Поэтому давайте попробуем сорвать запад. Вот так вот сорвали. Здесь, а может быть, там, верилик, там, любая техника, которая... Кто к чему готов. Давайте попробуем сорвать запад. Крепко не держите. Могут ногти остаться, если кто-то хочет принципиально попробовать. Спасибо. Давайте попробуем, если что-то не будет получаться. Помогу. Вы так усилием тянете, как будто на 200 кг надо там. Нужно здесь хорошо зафиксировать. Очень хорошо. У меня даже хрустят руки. А в тот момент, когда в это, я разрываю... Я вот, смотри, как им оно оттягиваю. Я спиной разрываю. Никак не это. Вот, что я делаю. Туда. Импус. Тогда я могу атаковать. А если я буду тянуть, просто тянуть. Я сейчас так же тяну. Это может получиться, но я не буду сразу второй рукой меня. Поэтому это почти должно быть быстро. Он только взял, а потом все будет быстро. И он не сможет собрать. В идеале. Вообще-то, конечно, туда бы лучше захват не пропустить. Второй вариант. Раз у вас не получается, я вам показываю, как легко получается. Вот он взял. Захватывает. Все. Получается легко. Это запрещено. Но в жизни это очень хорошо. То есть... Смотрим еще раз. Сейчас ты покойный. Не надо. Я беру и собираю его палец. В этот момент, когда ему палец больно, он не думает о том, что здесь нужно держать. Хотя он держит по-настоящему. Он не думает держать. Он думает о спасении своего пальца. И так далее. Дальше делать то движение, которое я считаю возможным. Захват. Так что, если вот, вы сказали, у вас не получается, вы не можете сидеть. Сделайте так. И у вас получится. За счет того, что пальцы больно будут. Пальцы не выдержат уже такого. Они просто могут сломаться. Давайте еще один вариант попробуем. Не всякого бывает. Я прямо беру так-то. Здесь просто. Кимонон. Здесь перекрываю. Здесь вставляю своим плотом. Здесь беру этот. То есть, для чего здесь беру? Чем я здесь плотнее кимоно возьму, тем я могу больше врезаться. Своё кимоно. Беру поглубже. Для чего? Потому что я буду вырвать. И здесь я уже начну работать. Так как считаю, нужно. Еще раз. на другую руку. На другую. На другую. Я вставляю кимонон. Забираю его здесь лучше. Прямо по моему руку. Здесь ему вставляю. По ощущению, здесь не пели. Ну, то есть, если кимонон вам позволен, лучше сделать это прямо здесь. То есть, я вот так по сути делаю. То есть, позволяю так, я его отставляю так. Тогда он позволяет мне это сделать еще раз. То есть, я сюда вставил, и здесь вы его. Сейчас я могу вперед сделать атаку. Могу назад, могу перехватиться, и так неудобно будет работать. Но у нас все для того, чтобы разорвать этот захват. Когда взяли его, кстати, у меня еще есть один вариант, что у вас сейчас было. Этот захват, если не так разорвать, позволяет тебе чуть подальше быть. Изначально. То есть, разорвать захвату, потом начать свою атаку. Это тоже бывает важно. Когда соперник, допустим, я вижу, что он меня, допустим, начинает съедать. Я должен так сделать. Но в жизни, говорю, если экстремальная ситуация, то она приходит совсем по-другому. Ее просто надо, пункт, все, оторвал, все. Ну, спасибо, давайте попробуйте. Суть в том, что нужно туда костяшечки впрутить. Не может захват. Если для того нехорошо, нормально. Вообще, нужно отпустить его в руку и взять тот захват, с которым вы начнете работать. Либо там это, либо от места, либо... Знаете, с чем это все эти работают? Руку не отпускать. Потому что даже некоторые смотрят, ребята, кажется, опыт вон там. Разорвал захват и отпустил. Они снова опять в начальной позиции. Зачем тут в начальной позиции? И на улице тоже нельзя отпускать захват. Объясню почему. Потому что у него там вторая рука. Вы оторвали и ушли за него. Здесь у него можете видеть. Что захотите, то и исполняйте. Что умеете хорошо, что чувствуете, то и сделайте. Поэтому вы сейчас эту ручку оторвали. Сейчас пусть второй партнер не упирается, не держит сильно. А даст возможность ему сорвать. Вот он сорвал, то сюда нужно прижать. Либо уйти сюда, либо уйти сюда. Что вы сказали, почему уходят назад? Ну вот я вот назад уходил. Нужно сзади атаковать человека легче всего. То есть, если он не позволит сюда уйти, то здесь я уходу. Сложусь. И его спина спиной бороться очень тяжело. Поэтому все стараются всегда так наружием. Оружие должно быть наружием. Поэтому в греко-либнике, у Сан Саныча Карелина, кстати, он когда эту руку прижимает, он обходит. Вот если здесь все плотно, то вот он мне позволит обойти. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому, по возможности вы его прижали, вот здесь я обошел. Отсойте, если вы делаете. Не важно. Давайте попробуйте прижимать руку и обойти его назад. Взять там захват. Если обошли, то можно здесь взять. Можно здесь, можно здесь. Оно как удобно. Такой момент. И потом дальше. 2 минуты. Так, ну. Игибай. Я ей позволил опустить руку. Вот здесь есть болевой тоже. Давайте я на руку просто. Да. Сиди, ниже, ниже. Спину. То есть мы пришли в это положение. Но я оказался не силен. И позволил ему прокрутить локоть. И вот когда локоть прокручивают, все останавливаются. Они думают, что это все. Все. Это не все. Я ложу сюда. Отключаю лопаточку. Начинаю грузки поровнять. Немного руками. У него ломается вот здесь. И ломается вот здесь. И это даже здесь. Садитесь кругом, чтобы удобнее было. Смотрите. То есть я начинаю подниматься здесь. Попробуй подняться. Если он хочет подняться. Но не поднимется. Нет. Здесь это. Чтобы человек не поднялся. Нужно сделать. Я не наношу свой вес тела. В область лопатки я ставлю. Все свои. Это на самую ножку. Потом прижимаюсь. Потом начинаю. Здесь я его не отпускаю. Если я буду делать так. Рядом с ним сидеть. Там ну как бы отдельная его одежда. Нет. Просто чтобы продавить. Чтобы его лопатка была в землю. Чтобы он никуда не начал шарашиться от меня. Держи себе. Нет. Потому что понятно. Когда человек на себе прочувствовал. Ему он уже не задает вкус. Когда он упал на луна. Кстати. То есть. Вот он отпустил. А подпустил. Вот чтобы он выходил. Вот здесь вот так. Прогревая. Руку берусь от себя. Начинали отрывать. Отрывая одну руку. Если не можете. Берите двумя. И ты наваливайтесь. Внимайте. Это вариант если вы пропустили. Здесь я. Сижу. Вот на его позвоночнике. То есть. Я стараюсь свое вес тела держать вот здесь. Чтобы у него не было возможности меня скидывать. Если я сяду просто вот так рядом с ним. Как. Плыветчик. То есть. Он просто. Если там. Легуликаться. Все свободное. Что? Ну да. Ну и они. Поэтому нужно тело его пригружать. Чтобы он ну как. В этом положении. Чтоб он был загружен. Чтобы у него. Наверное не было мысли. Что он может погружаться. Тогда были. Вот так. Делаем такими ногами, переходим к ноге, хорошо, извиняюсь. Иногда бывает, что ногу не завидим. Можно еще раз носить. Допустим, он собрал, хотел закрыться, руки начал собирать. Берете вот так просто, ножку подвели вот сюда. Здесь я его так же пригрузил, туда ногу засунули. А потом уже будут к ней прижиматься и начинать поднимать. И плечо идет на вас здесь? Ну, плечо здесь можно обломить. Я знаю, что у нас ночник уже был. Давайте 5 минут на работе. Это действенная, кстати, вещь. Она будет 5 минут встать. Я посмотрел один, два момента. Вам надо на него лечь. Вы должны на него как на диване. Если даже я не делаю, попробуйте вставать просто. Я постоянно меняю, я не здесь. И почечки проверю, и шею будут. Иван оказался сверху. Браво! То есть вот должна быть работа в этом плане быть. А если я вообще буду рядом с ним сидеть и вот здесь что-то делать? Он просто, даже я ему ничего не сделаю. Поэтому надо его загрузить. То есть изначально вы должны на нем быть. То есть вот здесь я должен быть. А потом он только начинает работать. Вот уже есть агрессивный член. Только вот я согнул, здесь загрузи. И что здесь загружено, чтобы он не пытался вставать. Конечно, в действительности я буду делать это рывком и быстро. Я не буду потихоньку тянуть. Это все-таки руками или для тела? Это тела. Я для чего руками? Когда его положено, я стараюсь ему согнуться поближе взять. Потому что еще... Потом я наваливаюсь. Потом, да. Для чего это делать? Потому что так руками тянуть? Ну, это чуть-чуть. Тяжело сложновато, да. А так, когда я все муты, я его здесь прижал. Потом начал. Тем более полстый такой мне легко ходить. Мазый. Еще чуть-чуть. Попробуйте сидеть на нем. Чтобы быть утюгом. Придерживаешь баланс еще. А так, а то здесь я сначала завел сюда руку. Все, трес не работает. Потому что так ему тяжелее будет подниматься. Если я буду рядом с ним сидеть. Ну, вот, да. Наверное, то, что там все снялось. Ну-ка, а сейчас что? Получается все-таки... Он уже короткий. Уже очень короткий. Руки ломаные. Я буду классически набираться. Так, чтобы он сам не прошел. Я немножко подверг. Здесь закрыт. Ручками. Здесь такая же история. Чтобы он никуда не ушел, я делал такую вещь. Это очень важно. Тогда человек не может уходить. Я вот так делал. Потом начинаю пролазить. Все сразу происходит. Сейчас вы залудите ноги. Пробуете своего соперника прогнуть вот этому. Чтобы ножки так, как у меня висели. И подержать его. Ну, попробовать. Это сделано для чего? Я решаю его опоры. И когда я здесь загружаю его, вот здесь он прогружается так, что его руки, даже если он их там оставил, они его не дают там меня собирать. Он их своим этим лежал в татане. И у меня открывается момент, потому что я как-то раз его чуть-чуть прогладил. У меня будет место, где лезть. Как залудить руки. Давайте первую часть попробуем загружать. 2-3 раза каждый. И тут попробуем соперника задушить. У меня попало. Вот что я делаю. Вот он вот так голова прыгает. Он мне даже поваженок не может. Попробуй уже. Он даже по голове головой повернется. Может поедем, он свободно задерживает. А то люди, он закроется в черепаху, а они стараются его тушить там. Все руки ломают, прямого, а колку нет. Потому что они ничего не сделают. В 3-м минуты. Чтоб он был там монолит, а потом начинали его пролазить. Еще одну минуту, и к самому удушающему перейдем. Вот, кажется, он все. Ребята, не сам. Вот он лежит внизу. Я на 2-м так вижу. Вот этот параллель. Я вот здесь обманываю шутку. Только это все на полу. У него руки вот здесь. Я вот здесь лезу, он даже может брать, насмелиться брать моими пальцами своими пальцами. Скорее всего, он так и будет делать. Судья ничего не видит, никому это не надо. Я руки так не засовывал. Я засовывал руки вот так. Засовывал, я говорю, что он у нас тут. Поэтому его руки мне все равно. Что они там... Беру я ждать заплату. Завожу его на пальчик. Потому что они его еще могут там делать, стряхивать. И оно там все будет глубже и глубже уходить. И вот, когда он сюда уйдет, я начну... Так уже хорошо. Заводите. Еще раз спокойно. Спокойно. Вы его здесь. Вы его прогнули. У него руки здесь. Может быть произойдет так, когда вы загружаете, еще очень часто. То есть, когда его так продавливаем, руки сюда сползают, здесь вообще все как-то так. Он тогда так прижимает голову, чтобы туда меня не запустить. Потому что люди держат вот так, потом пытаются вот здесь поменять. Детей там учить залог брать. Но это обучающие для деток. Для взрослых так учить не надо. Вот здесь от ушей основание челюсти. Вы туда заходите. Сюда тряпочку подсунули. Взяли. Если тряпочку не подсунули. Просунул дальше. Поздоровался сам с собой. Начал душить. Душу я вот этим местом. Место я потихоньку прокручиваю, чтобы оно в области гортани, в области сонной артерии каталось. Поэтому вот такое движение делаю. К себе проворачиваю. К себе проворачиваю. Иногда даже так сниму. Лоб не взял такую тоже гладь. Я вот так раз, раз, раза два. Скорректирую, чтобы оно хорошо было. И потом уже делаю намертво захват. Давайте перейдем в это. Попробуем пройти. И попробуем задушить своего. Только будьте внимательны. Не хочу никаких травм, ничего. Очень хорошо восстановить кровообращение в голове. Нескому вопросу. Вот у меня. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Просто заходи. Просто не душу. Знаешь, что... Попробуй так. На себя. Не залазь туда. Вот так? Да. Еще. Вот здесь. Знаешь, что... Походи. Заходи. Вот отсюда. От ушей. Вот. Да. За ушами. Посмотрите. Володя специально вот здесь закрыл. Да я понимаю. Надо открыть. Вот от ушей начать. Вот. Закат. Совсем в другом месте чуть-чуть. А так ты прямо ушки и шель. Почему? Сломаны уши, потому что вот так и лезут. Я не знаю, что деду так весел. Даже бывает вот так. И рука, и голова подойдет в голову. Вот это вот. Нет. А, так куда? Ну, нет. Хорошо. Если сухой. Ну, я примечу. Рука, голова. Конечно, приятного там мало. Сухой. Вот я сюда пролез. Вот сюда. Рука. Рука. Делаем волкуда. Олимпийский чип. Шик и опять. Вот сюда рука. Для чего рука? Чтобы он по кругу не лежал. И он начинает забегать. Чуть-чуть забегать. Вот я его не дышу, потому что у меня не плотно. Я закручиваю, закручиваю. И смещаюсь. И закручиваю. И рука засыпаем. Вот еще второй вариант. Что вот эту ручку. То, что мы делали. И его как постоянно. Ее там. Сейчас. На колесе. Начинает позвоночник. Шевенит. Присходит удушающий. Можно еще вот так. Кто-нибудь это уже не дешевле. Можно делать вот так. Детки так делают. А ты его не убедил. Я его сюда не убедил. Я его сюда не убедил. Нет. Ну в обраку. Наоборот. Вернусь. Аж тени не закончится. Душить я его не могу. Здесь берется рука. Я ее убираю. Чтобы он меня сюда не перевалил. Я смещаюсь вот сюда. К той же голове. То, что мы делали с этим. Это для того, чтобы он туда меня не стал скидывать. И начинаю. Потихоньку его накручивать. Я кручу. Не руками. Я его оторваю вот этим своим. Бум. Своим тазом. Бум. Бум. И все это. И оно там затягивается. Если оно дает мне возможность встряхивать. Вот этой ручкой можно хорошо себе помочь. Еще глубже. Тогда еще быстрее. Но это уже нюансы. Попробуйте сдержанную руку задушить его. Чуть-чуть повращайтесь. Может даже получится с вращениями. Давайте еще немного чувствовать. Я просто... Тогда да, уже. А дальше тоже. Продолжаем. Позволяем. Более широкую атаку делать. Я говорю, а оп! Сделал так вот. Раз. И сюда перекрести ноги. Стался разрабатывать уже. Здесь еще еще менее. Да. Правильно. Вот. Это все-таки на манюне. То есть там. Ну. Не надо адресиниться. Насизма нету. Просто принцип. Не надо, чтобы он был. Чем каскад больше, тем... Я возьму. Здесь тоже. Последует. Да. Я зашел на одно. Не вышло. У меня вторая. У меня есть еще третья. Там он... Когда он разворачивается, можно... На общем-то вытерву. Меняешь. И пояс начинаешь искать. Совсем противоположный. Он поднимается. Ты их в голову выбираешь на... Я наоборот их. Наоборот. 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 Наоборот.